всем привет вы на канале вязаные истории меня зовут юлия прошлом видео мы с вами остановились на том что я показала вам вот этих вот будущих девочек пока что они у меня в таком же состоянии даже вот это чудесная девочка у которой переход заметен пряжи получается один и тот же самый номер цвета 07 но я закончила моточек присоединила ниточку с другого и оказалось что они по оттенкам разные эти два моточка то есть этот чуть теплее этот прохладнее и вот видно пока что ничего не делала с этой девочкой сегодня вечером я начну их оформлять полностью уже собирать волосики пришивать оформлять личико начну с этих трех девочек а вот это уже оставлю напоследок посмотрим либо я буду перевязывать личико либо так все это оформлением сгладится и не будет такого сильного перехода чем же я тут занималась три прошедшие дня после того как вышло предыдущее видео прошло три дня и можно подумать что я ничего не делала на самом деле я все это время вязала наряды для этих куколок помните в прошлом видео я показывал вам платьюшки они были еще без белой обвязочки без пуговичек без ничего в платьюшки еще должны быть 3 рядочка рукавчика но мне не хватило пряжи поэтому я решила оставить их так нормально ведь смотрится все хорошо мне кажется платьюшку полностью выглядит законченным доделанным подошью воротнички как-то мне не нравится что они так топорщится некрасиво в общем оставила рукавчики вот так на все четыре платюшка они у меня все готовы и получается один день целиком и я вас посвятила оформлению вот этих платежек связала вот такой воротничок связала нижнюю часть эту оборочку под юбничек пришила пуговки и еще связала фарточек вот передняя часть вот такой завязочка коричневой вот так вот это все будет выглядеть все таки наверное надо пришить вот этот воротничок я пробовала и наоборот вязать с другой стороны но он тоже потом топорщится слишком одна сторона лежит хорошо а вторая мне не нравится как загибается его можно так легонечко наверно подшить белой ниточкой швейный вот сделала таких четыре патюшка первое второе и вроде бы это все так по количеству немного опыт почти целый день я занималась вот этим оформлением ну плюс еще связала башмачки все такие интересные платежки что скоро будем наряжать куколок связала 8 башмачков вот тоже в один день с этими платежками получается у меня они разных цветов две пары одного цвета и две пары другого цвета одни связаны из yarnart джинс потому что у меня еще накидочки такие же есть а другие две пары связаны из alize cotton gold это как раз тот моточек который я получила из интернет-магазина пряжа су уже все в дело думаю вот как раз на видео и видно то что они отличаются вот такие у них накидочки тоже все у меня готовы вот здесь хорошо видно то что две из yarnart джинса и 2 из alize cotton gold моточек у меня даже половина не ушло еще остался все накидочки тоже готовы и еще я сегодня с утра занималась тем что вязала им корзиночки поначалу я не хотела этого делать мне казалось что ну может быть и без корзиночек нормальной куколки но потом все-таки подумал красная шапочка должна быть обязательно с корзиночкой только вместо пирожков тут лежат вот такие цветочки вязала все по мастер-классу цветочки тоже вязала как мастер-классе только цвета уже сделала на свой выбор такие красивые нежные такая корзинка цветочек вяжется очень просто я их потом сшивала то есть связала по цепочке нужное количество петель а потом уже просто сшила всю цепочку вместе миленькие такие цветочки все-таки хорошо что я связала эти корзиночки хотя было так жалко времени тратить на это но уже полный образ будет готов полдня точно провела завязание вот этих корзинок этих цветочков думаю того стоит когда уже полностью соберу куколку про куколку я вам не рассказывал откуда этот мастер-класс это мастер-класс мне идет на английском языке иностранного автора купить мастер-класс да он платный купить можно мастер-класс на сайте эти сразу же там есть страница автора либо же можно перейти в instagram автора этого мастер-класса и наверное написать и в личные сообщения но я покупала сразу через эти сразу два мастер-класса брала я буду вязать еще одну куколку тоже в этом похожем стиле потом в следующем видео покажу вам и вот такие у меня небольшие продвижения теперь уже сегодня вечером я займусь оформлением и надеюсь что завтра все мои четыре куколки которые я очень долго уже вижу будут готовы решила я немножко отвлечься от этих мелких деталей прям устала уже который день их вижу но это уже говорила в общем пробую вязать плед или залезы пуфи 1 моточек раскрыла этикеточка валяется здесь я набрала 54 петли нашла один интересный мастер-класс пока что из всех что я пересмотрела это на мой взгляд самый лучший там девушка подробно дает расчеты сколько нужно на плед определенного размера и на получается 90 на 90 сантиметров вот нужно набрать 54 петли и по ее расчетам мне должно хватить 6 моточков на такого размера пледик очень интересно посмотреть что сейчас получится буду смотреть видео вязать первые рядочки с ее подсказками узор выбрала простой плетенка на него во первых маленький расход пряжи идет как раз надеюсь что мне хватит тогда уже этих 6 моточков ну в общем провяжу пару рядочков подключусь покажу что у меня тут получается провязала я первый моточек получилось конечно у меня не столько рядов сколько девушка говорила видео у нее с одного моточка получилось по моему около семи рядов у меня же здесь пять рядов и вот примерно половина сейчас я подсоединила 2 моточек также по ее совету сделала соединение сейчас найду сшив вместе два хвостика она показала видео как это сделать я правда еще не досмотрела и не знаю что сделать вот этими хвостиками но скорее всего их просто отрезать надо покороче и подпалить кончики потому что я проверила если не подпалить то он распускается так потянешь и прям расползается вот присоединила 2 моточек сейчас буду заниматься дальше вязанием этого пледика еще не возвращалась к своей мелкой этой работе которая из полу хлопка куколки пока что сижу и занимаюсь вот этим пледиком мне прям понравилось пришлось конечно несколько раз распустить все из-за того что вот здесь вот я путалась немножко на краях как правильно заканчивать то есть один ряд начинается так другой ряд начинается по-другому и я немножко запуталась поэтому у меня сбился рисуночек но сейчас уже вот на третий раз у меня уже все идет вроде бы хорошо я уже вижу как должен ложиться узор этот и уже сбиться сложнее вот буду дальше заниматься мне пока что все очень нравится прям здорово наверное в следующий раз я покажу вам этот пледик когда он уже будет полностью готов что ж вот и все я довязала свой пледик на пятьдесят четыре петли но размер у меня получился не такой как был заявлен девушка в мастер-классе говорила что на это количество петель у меня получится плед 90 на 90 сантиметров но у меня получился 93 сантиметра в ширину и 80 сантиметров в высоту можно было бы еще один докупить моточек но я уже не стала в принципе визуально размер подходящий для новорожденного поэтому оставлю уже так как есть вот так закрыла краешек закрывала так как помню не знаю точно видео уже не стала досматривать как там было закрытие потому что у нее есть еще обвязочка а я обвязку делать не стала меня в принципе устраивает как вот здесь заканчивается краешек поэтому я оставлю вот так только спрячу вот эти хвостики и на этом все этот пледик я вязала из пряжи ализе пуфи мне ее предоставил интернет-магазин пряжа су напоминаю вам еще раз вдруг кто не смотрел предыдущее видео что у меня есть промо-код со скидкой 5 процентов вот этого магазина так что вы можете заказать себе пряжу и получить еще дополнительно приятную скидочку вся еще подробная информация будет в описании под видео на этом все пледик я пока что оставляю позже у меня есть еще план связать плюшевую зайку с длинными ушками найти коробочку большую я как-то видела в инстаграме подписана на одну девушку она вяжет вот такие пледы и мягенькие плюшевые игрушки и делает это набором упаковывают в красивую большую коробку с прозрачным окошком сверху смотрится очень классно вот я хочу поискать потом такую коробку думаю еще успею недели две у меня точно есть поэтому доделаю и потом уже покажу вам полностью оформленный вариант комплекта теперь покажу вам своих куколок что у меня тут получается я их довязала до оформляла смотрите какая прелесть красная шапочка одежка у нее съемная ботиночки снимаются платье фарту чик и накидачка провозилась но мне кажется она того стоит еще такая интересная деталь здесь паричок пришивается изнаночной стороной я поначалу не заметила потому что мастер-класс на английском языке и какие-то такие моменты я могу узнать только с помощью переводчика потом уже по картинкам увидела что он оказывается на изнаночную переворачивать и вот эти вот штучки закручиваются уже по-другому вот такая красная шапочка в итоге у меня такие девочки 4 это все что мне нужно было получается четыре штучки только таких они полностью одинаковые ничем не отличаются как вам такие кукленочки мастер-класс этот платный ссылочку на автора я оставлю в описании под видео там есть страничка instagram и есть сразу же сайт эти где я и приобреваю этот мастер-класс девочки они небольшие основа вяжется быстро я кстати сейчас вижу уже следующую партию куколок они по мастер-классу этого же автора но там немножко другой но туловище там выглядит одинаково практически единственно то что вот здесь она идет в колготках вот такое простое туловище вяжется она быстренько легко самое сложное это вот это оформление бесконечные обвязки вывязывание деталей думаю она все равно того стоит я сама не ожидала то что она будет такая хорошенькая уже когда собрала полностью мне прям понравилась куколка такие у меня продвижение времени прошло много связано совсем мало так что я дальше вся в вязании ухожу и надеюсь следующем видео я уже смогу вам показать побольше поинтереснее так что до встречи надеюсь что увидимся мы уже очень скоро всем пока